Друзья, приветствую! Вторая часть посылки от Андрея из Дмитрова. В первой части был Mobil 1 ESP 530 из Skoda Octavia. Сейчас будет образец масла Mobil Super 3000 X1 Формула FE 530 из Форда Мондео. Вот описание коротенькое совсем. В самом низу смотрите. Мондео пробег, автомобиль. Тем не менее, сейчас я почищу и приступим. Эталон данного масла я уже создавал видео. Есть на канале с проверкой такого масла. Поэтому я сразу проверю отработку. Вот видите, тут даже баночка из того эталона. Андрей прислал только отработку, а свежие я использовал то, что ранее мне присылали. Так, сейчас закладываю пару капель и приступим к проверке. Это Мондео 2008 года с двухлитровым бензиновым мотором 145 сил. Пробег автомобиля 177 300 километров. Пробег на масле 5800 километров, что составляет 116 муточасов. Ну и смотрите, какая картина. Значит, противоизносных присадок 63 процента. Обратите внимание на гликоль 0,4 процента. Нитрование, окисление в общем-то в норме. Также стоит обратить внимание на высокий уровень сажи для бензинового мотора 0,09. Это много. Это показывает, говорит о том, что как-то не оптимально топливо сгорает. Ну и, значит, высокий уровень кислотного. За этот пробег сильно кислотное наросло и упало щелочное. И, кстати, воды 1600 ppm вместе с гликолем. Это может говорить о том, что в масло попадает антифриз. Да, кстати, я написал это Андрею. Он мне подтвердил, что есть, значит, падение, небольшое падение уровня антифриза. Так что стоит этот момент очень внимательно изучить. Сейчас покажу вам сравнение вязкости свежего и отработки. Ну, с учетом того, что это, скажем так, может из разных партий. Но, тем не менее, посмотрите, автомобиль загущает масло. Это говорит о том, что повышенная рабочая температура в камере сгорания. Скорее всего, что-то со смесью не хватает топлива. Вот. И эта повышенная температура ускорена, я думаю, прибивает масло. Отметьте, пожалуйста, видео. Подписывайтесь, кто не подписался и хочет это сделать. Нажимайте колокольчик, кто готов получать уведомления о новых видео. И давайте посмотрим, какой получился прогноз. Прогноз совсем неутешительный. Я думаю, что здесь очевидные вопросы к мотору. Смотрите, по мощи нейтрализующим свойствам 138 моточасов у меня всего получилось. Очень мало, но видели сами, да, масло загущается. Очень высокий уровень кислотного для этого пробега, небольшого такого. Ну и нитрование здесь тоже дает о себе знать. Да и загущение. Все какие-то показатели такие плотно сбиты. Видно, что здесь мотор из всех сил старается, что-то ему мешает очень сильно. Вот и он старается прибивать это масло. Да, ну вот по вязкости тут видно, что есть проблемы. По саже, что хочу отметить. Такая сажа нетипично, тоже высокая, особенно для 116 моточасов всего. Сажа это плохо сгоревшее топливо, поэтому скорее всего здесь какие-то пропуски зажигания. Может быть, это и есть пропуски зажигания. Хотя там, по идее, должен быть чек выбивать. Если есть пропуски зажигания, топливо недостаточно охлаждает камеру сгорания после каждой вспышки. Вот отсюда и повышенная рабочая температура. Ну или как вариант еще форсунки загрязнены и не дают уже такого распыла. Хотя не было бы распыла, скорее всего было бы разжижение. Здесь видим температура повышенная. По прошлому видео от Андрея было видно, как повышенная температура при движении в горах влияет на масло. Очень сильно сокращает ресурс масла. Здесь видимо такая же картина. Повышенная температура, больше нагрузка на масло. Как помним из школьного курса физики и химии, повышенная температура ускоряет все химические реакции. То есть, чем выше температура, тем быстрее химические реакции. В частности, реакция окисления. Это и приводит к увеличению кислотного и падению щелочного. Вот такой получился тест. Благодарю Андрея за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира! Увидимся в следующих видео. Пока!